Мне кажется, сегодняшнее утро было самым жутким в моей жизни. Потому что я впервые осознал, что будущего, возможно, нет. Все мы слышали эти фразы про «живи настоящим», «есть только миг между прошлым и будущим». Но я думаю, большинство из нас всегда верило, что завтра все же будет. И хочется надеяться, что лучше, чем сегодня. Ну уж такова особенность нашей психики. Тяжело существовать с постоянными мыслями о конечности жизни и смерти. Я достаточно пессимистичный человек и вообще очень склонен к тревожности. Если психиатры и психологи все же еще будут существовать, наверное, я все же обращусь к ним с этой проблемой. Но несмотря на все это, я всегда жил с мыслью, что у меня есть завтра. Есть возможность что-то исправить. И причина этой надежды – я живу в мирное время. Больше у меня этой надежды нет. Когда сегодня утром я прочитал новости, я даже не могу объяснить, что я почувствовал. А вы знаете, что уж я-то не отличаюсь маленьким словарным запасом. Мне и всегда есть что сказать. И внимание, я просто прочитал. И мне стало жутко. Мне кажется, именно сегодня я понял вообще значение этого слова. Так вот, я всего лишь прочитал. Я не могу даже представить, что чувствовали люди, которые проснулись сегодня от взрывов. Я никогда не затрагивал внешнюю политику на своем канале. Об этом должны говорить люди, которые в этом разбираются. Но я просто отказываюсь верить, что в 21 веке единственный способ решить вопрос – война. Я не хочу умирать. Я не хочу, чтобы умирали другие люди. Я не хочу Третьей мировой. Вот перед вами сидит представитель того поколения, которого воспитывали на словах о том, что эта война будет последней. И еще вчера мне для полного счастья не хватало огромного количества вещей. Но только сегодня я понял, что единственное, что нужно нам всем – это мир. Субтитры сделал DimaTorzok